Ну что, наверное многие ждали этот ролик, ведь сегодня вы наконец-то узнаете, когда все-таки выйдет КС-2. Ведь за последнее время начало появляться очень много теорий. Кто-то говорит, что она выйдет в июне, кто-то в июле, другие же, что она вообще выйдет через год. И сегодня вы наконец-то все узнаете. И друзья, скажу сразу, не забудьте подписаться на мой канал, ведь видите, как только появляется новая информация, я сразу про это делаю ролик. А если не подпишешься, просто ее пропустишь. И обязательно ставьте лайки, если уже тоже с нетерпением ждешь КС-2. Ну а лучшие комментарии попадают в ролик, а я вам желаю приятного просмотра. И так как Counter-Strike 2 еще не вышел, а в КС-Гоу каких-то обновлений уже не предвидится, и получается следующая операция будет очень нескоро. Но есть выход. Операция у эпиков Road to Knife. Это простой путь получить нож для каждого. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП. На 30-м или 45-м забираешь уже гарантированные перчатки, а на 60-м кейсе с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции стоит 600 рублей. Но для вас у меня есть бонус. По ссылке в закрепленном комментарии вы получите 100% скидку. И если вам еще этого мало, тогда вы можете попробовать поиграть в бесплатную мини-игру по КС-Гоу, в которой тебе нужно разминировать С4. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить геройские кейсы. Вот наполнение третьего кейса за 85 побед. И да, за это платить не нужно. Ссылку на все это ищите в закрепленном комментарии. И там же будет промокод на 15% пополнению. И дополнительную попытку в мини-игре. Итак, друзья, начну с первой теории о дате выхода КС-2. Она очень сильно нашумела в интернете. И почему-то многие в нее верят. На официальном канале Valve вышли трейлеры КС-2. Я думаю, все это знают. Буквально на первых секундах внизу можно заметить дату, которая даже неким образом подчеркнута. Что это вообще значит? А что как будто бы 15 июля должен быть релиз КС-2. На самом-то деле это полный бред. Начнем с того, что вряд ли это дата вообще. Это просто невозможно, чтобы компания Valve сделала такую пасхалку. И спалила дату выхода КС-2. Так как уже в другом трейлере можно найти еще одну дату. И это же не значит, что КС-2 выйдет 15 марта. Поэтому 15 июля КС-2 точно не выйдет. И дальше в этом ролике вы поймете почему. Так как узнаете, когда на самом-то деле она выйдет. Вот вторая теория уже более правдоподобная. И появилась она буквально пару дней назад. Я думаю все вы видели то, что они в официальном трейлере показали, что КС-2 выйдет летом. То есть они это уже зафиксировали. И официально это заявили. Но не стоит забывать, что Valve это американская компания. Штаб-квартира которой находится в Вашингтоне. А теперь информация, от которой все будут в шоке. В Восточной Америке лето начинается с 21 июня. А заканчивается 23 сентября. То есть немножко по-другому. Не как в Европе. Именно эти дни считаются самыми теплыми. И не исключено, что компания Valve имела в виду лето еще и сентябрь. То есть как будто бы у них добавляется еще один месяц. Честно говорю, теория реально правдоподобная. И в августе КС-2 может не выйти. А вот в сентябре уже под вопросом. Но мы идем дальше. Давайте посмотрим на реальность, которая сейчас есть. Пора бы признать, что бета КС-2 вышла слишком рано. Многие так же, как и я в недоумении. Зачем компания Valve выпустила настолько сырую игру? Ведь правда ничего не было готовым. И вот эти трейлеры, которые они выпустили на своем канале. Вышли намного круче, чем сама игра. Многие разочаровались. Так как всем надоело играть на одной карте в один режим. Но какая ситуация сейчас на самом-то деле? А все выглядит так, что вот только сейчас разработчики начали заниматься КС-2. И что самое странное. Полностью копируя КС-Гоу. И то, что они считают, что КС-Гоу было плохо. Они это меняют. Например, как это случилось в меню закупки. Я думаю, что у них есть план, список, по которому они идут. И постепенно делают каждое обновление. Проверяют каждую карту, каждую деталь. Потом делают это обновление. И затем фиксят баги, которые появились. Вот такой алгоритм сейчас выхода обновлений. И не стоит забывать, что за 3 месяца бета-теста вышло всего лишь 2 карты. А знаете, сколько еще нужно? Я вам скажу. Итали. Оверпасс. Инферно. Каблстоун. Анубис. Кэш. Нюк. Вертиго. Эншент. И Трейен. Надеюсь, я ничего не забыл. Если что, поправьте меня в комментариях. Но это 10 карт. А также не забывайте про режимы. Если еще 2 на 2 режим сделать они смогут быстро. Там просто нужно карты будет чуть обрезать. И сделать их поменьше. То вот режим Danger Zone под вопросом. Будет ли он вообще в CS 2. Так как в него нужно делать другие полноценные огромные карты. Там есть свои другие специфические оружия. И лично я подозреваю, что режим Danger Zone выйдет прям уже после полноценного релиза. Но благо сейчас все разработчики вернулись с отпуска. И вот последнюю неделю максимально работают над CS 2. Поэтому что нам стоит ожидать? Следующие месяца огромное количество новых обновлений. Так как я вам уже перечислил объем работы, который нужно сделать. Вы понимаете, что полноценную игру за 2 месяца не делают. Поэтому я даже сомневаюсь, что CS 2 выйдет в августе. Кроме того, смотрите, что я еще нашел. А именно нашел у Марка Винцера. Он руководитель игровых экосистем для CS GO в ESL. Я думаю, что такое ESL все знают. Раньше он работал в DreamHockey, в компании SteelSeries и даже на HLTV.org. В общем-то это все организации, которые очень сильно связаны с киберспортом CS GO. И у него спросили, и все турниры ESL будут играться в CS 2? На что он ответил. До дальнейшего уведомления все турниры будут играться на CS GO. У CS 2 в настоящее время нет определенного дня выпуска. Мы сообщим об изменении в CS 2 как только сможем. То есть этот человек, который проводит самые масштабные турниры по CS GO. И он официально просто в твиттере говорит, что даты выхода CS 2 не существует. Сами разработчики ее не знают. А теперь что думаю я. Я думаю многие были в шоке, когда я угадал дату бета-теста CS 2. Я так в ролике и написал. CS 2 выйдет через 3 дня. Поэтому возможно мое мнение и в этот раз будет правильным. Но повторюсь, это лично мое субъективное мнение. До конца лета все получат бета-тест. Появится уже больше карт. Также параллельно никуда CS GO не пропадет. Что как будто бы уже все и могут играть в CS 2. Но официального релиза еще и не будет. И получится такая странная ситуация. Что как будто бы компания Valve и не обдурили. Что да, все играют в CS 2 летом. Но CS GO до того момента не пропадет. А все-таки полноценный релиз CS 2 будет тогда. Когда полный перенос всех карт, всех режимов. Я думаю, что даже сами разработчики не знают, когда они это все сделают. Но у них есть дата. А именно дата первого мажора по CS 2. Первые квалификации уже официально должны начаться 8 января 2024 года. Именно до этой даты должен быть уже полноценный релиз. Да и на самом деле не забывайте, что проигроки тоже должны получить нормальный такой опыт игры до мажора. Поэтому это максимально крайний срок. Дальше которого просто уже не может быть. Ну а я надеюсь вам этот ролик понравился. Друзья, я правда очень старался собрать столько информации в один ролик. И надеюсь вы теперь примерно хоть понимаете, какая ситуация творится в CS 2. Конечно, сам надеюсь, что Counter-Strike 2 выйдет как можно скорее. Но имеем, что имеем. И если вы уже тоже ждете полноценный релиз, тогда обязательно влепите лайк. И друзья, не забудьте подписаться. Ведь я стараюсь вам рассказывать информацию качественно. Но на экране у вас появились интересные ролики с моего канала. Просто кликайте и смотрите. Этот ролик прям советую. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи и целых встреч.